Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам показать реально классную самоделку своими руками из профильной трубы. Самоделка недорогая, годная. Я купил, допустим, металл. Это у меня 15-я профильная труба по 40 рублей. И вообще себестоимость одного устройства в районе 300 рублей. Поэтому буду показывать подробно. Запоминайте, мне идея зашла и пригодилась. И думаю, вам тоже понравится. Труба профильная, как и говорил, 15 на 15. Первым делом раскладываю на стол. С помощью угольника выравниваю с одного края и зажимаю струбцинами. И затем наношу разметку. Нам нужно сделать 10 заготовок по 85 сантимов. Это мы сразу делаем на два устройства. Подкладываю кусочки фанеры в виде клиньев, беру в руки болгарку и отрезаю сразу пакетом. Затем передвигаю. Снова разметка 85 сантимов. И также еще раз отрезаю. Итак, первые 10 заготовок у нас готовы. Переходим к следующей разметке. Теперь нам понадобится два кусочка по 60 сантиметров. Я сначала отрезал 4 заготовки, но в процессе немножко доработал. И эти два отрезка мне не понадобились. Поэтому запоминайте, нужно всего лишь два кусочка профильной трубы 60 сантиметров. 15 на 15. Итак, все заготовки у нас готовы, лежат на столе. Но чтобы работать дальше, надо убрать заусенцы. Можно это сделать с помощью болгарки и шлифовального диска. Но я решил по-быстрому прогнать на шлифовальном станке. Итак, раскладываем на столе верхняя палка 85 сантимов. Далее по бокам по 85, а в центр загоняю 2 по 60. И также добавляю еще по краям две стойки. Расстояние в верхнем краю по 9 сантиметров от каждого края. Ну а снизу, где я буду приваривать перемычку, взял просто высоту угольника. Так будет проще, ну и вам понятней. Захватил все магнитными уголками и начинаю захватывать на точки. Крайние профильные трубы пока лежат просто так. Обратите на это внимание. Убрав магнитные уголки, также подвариваю по бокам. Стараюсь варить там, где места не будут мешаться в работе. Далее нам понадобится 4 шайбы, которые мы будем использовать в качестве зазора. Раскладываю на свои места, сжимаю струбцинами. И вот тут, друзья, обратите внимание, сверху я накладываю еще одну перемычку, которую прихватываю сваркой на дальние ноги. Ну а лишнее потом отрезаю. В верхней точке делаю отметку от края 5 сантиметров и сверлю сверлом на 6 миллиметров. Сюда зайдет болт с тремя шайбами и гайкой М6. Коротких у меня не было, я потом хвосты подрезал. С другой стороны повторяю процедуру. Убираем струбцины, убираем шайбы и у нас уже вырисовывается картинка. Легкий простой механизм, который встает на столе и складывается в единую трубку. Осталось добавить последний штрих, который я сделал из обычной цепи. Можно по сути и тросик натянуть, то есть задача в том, чтобы ноги просто не разъезжались. У меня как раз под рукой была цепка и я ее прихватываю таким образом, чтобы она не мешала для складывания ножек. Ну и вот уже вырисовывается картинка. Буквально за 20 минут мы сделали рабочую лошадку, а именно строительного козлика. На самом деле поначалу я думал, что он получится хлипкий и буквально подо мной развалится. Но собрав едино, конструкция стала намного жестче и мой вес 90 килограмм смело выдерживает. А самое главное, он очень легкий и можно поднять буквально с помощью одного пальца. По такому же методу сразу собрал и второго помощника. На второго цепочки немножко не хватило, сзади зацепил обычными тросиками. Ну и конечно покраска. Приятно работать с устройством, которое сделал сам и оно помогает в работе. А именно, я продолжаю строить свой каркасный дом. И сейчас у меня идет отделка, а именно делаю черновой пол на втором этаже. Так вот, эти два козлика очень меня выручают. Листовой материал удобно располагать на этих козликах, делать разметку и отпиливать дисковой пилой. Ну и также брать с собой на объект, они легкие, можно закинуть в тачку, сделать верстак, сделать обеденный стол. В общем, тут фантазия безгранична. Поэтому запоминайте, пользуйтесь и пусть они вас тоже выручают. Ставьте лайк, если понравилось видео и подписывайтесь на канал. Напишите пару мыслей в комментах. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.